Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной урок в нашей школе, в школе садовода и огородника. Напомню, чтобы получить хороший урожай, надо просто создать оптимальные условия для растений. Ну, насколько, конечно, это мы можем. И тема сегодняшней нашей беседы – кабачки. Как надо поливать? Какое освещение требуется кабачку? Чем подкармливать? Как сажать? Смотрите в нашем видео. Кабачок – кустовая разновидность тыквы обыкновенной, с продолговатыми плодами. Плоды бывают зеленого, желтого или белого цвета. В Европу кабачок завезли в 16 веке, но не для потребления в пищу, а как диковину, и выращивали его в ботанических садах. Лишь в 18 веке итальянцы впервые распознали вкус недозрелых кабачков. Почему недозрелых? Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и легко усваиваются. Ну а теперь перейдем к условиям выращивания этой культуры. Кабачок – теплолюбивая культура, относится к семейству тыквенных. Прорастание семян начинается при температуре плюс 8, плюс 9 градусов. Минимальная температура для роста плодов плюс 15 градусов, а оптимальная плюс 25-27. При снижении температуры до отрицательных растения погибает. Кабачок относится к растениям наиболее требовательным к свету. Для выращивания кабачка выбирают освещенные участки. При низкой интенсивности света и затенении урожайность снижается. Кабачок – культура короткого дня, но растение хорошо приспосабливается к постепенно возрастающему световому дню. Кабачок требует рыхлых плодородных почв, хорошо растет на навозных грядах и почвах с большим содержанием перегноя. Его часто выращивают прямо на компостных кучах. В открытом грунте для него отводят легко прогреваемые участки структурной почвы. При близком стоянии грунтовых вод растения высаживают на высокие гряды или гребни. Кабачку необходима нейтральная кислотность почвы, где pH от 6,5 до 7,5. Поливают кабачок реже, чем огурец, раз в неделю или каждые 5 дней. Но поливную норму увеличивают для лучшего промачивания почвы на глубину, куда проникают корни. Развитая корневая система поглощает много воды, а большая листовая масса обильно ее испаряет. Кабачки, по своим требованиям питания, близки к огурцу. Они хорошо отзываются на органические и минеральные удобрения. В то же время легче используют питательные вещества из трудно растворимых соединений почвы. Образование мощной корневой системы и обильное цветение требуют фосфорного питания с момента прорастания семян. Постоянное нарастание завязи в течение срока плодоношения требует много калия. Азот необходимо давать умеренно, так как его избыток вызывает разрастание биомассы в ущерб и величине, равномерности выхода и качеству урожая. Кабачок отзывчив на внесение золы. Кабачок требователен к условиям питания. Осенью в основную заправку почвы в зависимости от ее плодородия дают от 4 до 10 кг на 1 квадратный метр органики, компоста, перегноя или навоза. Из минеральных удобрений осенью дают 30-35 г на 1 квадратный метр суперфосфата, 15-20 г на 1 квадратный метр сульфата калия. Весной вносят 15-20 г на квадратный метр аммиачные селитры. Внесение в почву древесной золы 1 стакан на 1 квадратный метр обеспечит питание кабачка микроэлементами. Кабачок можно сеять непосредственно в почву на глубину 3-4 см в лунке гнезда, когда минует угрозу возвратных заморозков, а почва прогреется. Но получение продукции в более ранние сроки требует применения рассадного способа. Сеют семена кабачков на рассаду не более чем за один месяц до высадки на постоянное место. На постоянное место высаживают также, когда минует угроза возвратных заморозков. Расстояние между посадками около 70 см. Иногда кабачки высаживают прямо на прошлогоднюю компостную кучу. При выращивании кабачка в открытом грунте первую подкормку можно сделать с началом цветения, следующую через пару недель. Всего 2-3 подкормки за вегетацию полным удобрением. Подходят и подкормки с чередованием минеральных и органических удобрений. Кровяком, разбавленным в 6-8 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 20 раз. В первую подкормку желательно включить сульфат магния. Калий растениям особенно нужен в период налива плодов. Из-за его недостатка происходит загнивание завязей. Если данные советы были вам полезны, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал и при этом не забудьте нажать на колокольчик. А я желаю вам хорошего урожая, всего самого доброго, удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова